Так, продолжаем. Я даже не буду вступление делать нафиг. Да, нафиг надо. Сразу после первой серии. Сразу, знаешь, можно сразу же сказать до свидания, всё? Да. Ой. Ладно, на кого-то. Слушай, может поймать всё-таки их? Жалко их всё-таки. Угу. Ну, можешь поймать, в принципе, всё понадобится в будущем. Зачем? Ну ладно, давай поймаем. Так, нужно поставить какого-нибудь слабенького покемона. Всё, я понял, зачем мне нужен Голбат. Он будет ловить для меня покемонов в маленьком городе. Да. Но он же всё-таки когда-то не будет достанет большие буры. Да не-е-е-е. То есть ты не собираешься его качать? Нет. В смысле ты его революционировал? Ну, чтобы у меня был Голбат. Ты такой странный, то есть у меня есть зубат, ну и чё, давай Голбат будет. Зачем тебе Голбат, ты даже с ним сражаться не будешь. Просто так, для Тереса. Так, чё такое трос и зачем он мне нужен? Трос? Трос. Чтобы выбраться из пещеры, так сказать. А-а-а, ты имеешь в виду, что это Escape Probe? Да, Escape Probe. Если по-английски. Это всё так сложно. Почему нельзя просто написать верёвка выхода? Ну, знаешь, трос это тоже, в принципе, понятное дело. Нет, я не понимаю, что такое трос. Но я с ума сошёл. Блин. Ну, в принципе, трос это типа верёвка, но... Чтобы не карабкать. Ну, в принципе, это нормальный перевод, но не совсем точно. Меня пнули. Аномально. Обочий момент. У меня тридцать шесть покебалов. Я не помню, когда ты их вообще покупал. Может, ты их на четерил? Я даже не знаю. Прошлое настолько... Ой. Он не попался. Слушай, он не поймался. Чё делать? Ну, ладно. Ещё покебалы бросать, чё делать? Да. Эээ. Алло. Чё за фигня? Параш какая-то. Какой дерзкий покемон. Я его ненавижу уже. Хотя я его быстро словил. Ты по коту больше, тьфу. Какой по коту майя? Точно, я же могу ещё коцать. У меня же есть вкус вапира. А, ну да, мы убили Драузи. Потому что мало хилс. ну я лох точнее пойдем на личность вот с первого видишь я могу побыли купай маем вот и все видишь поймали побырику но не поймали это сейчас поймали даже больше уровней чем было понимаешь как мы круто сделал на капец круто так а этого этого это тоже сфера на их а мы нажимаем ее не знаю почему захотелся знать именно так им а продолжаем ловить я не остаюсь пока не любишь это имена японские давать каким это японское имя ну знаешь ли я никогда не знал не видел никаких японских имен которые были но русских таких нет русских нету я понимаю сейчас я концентраем как-нибудь по-другому наркоманским имена если ты хочешь больше русских имен сейчас тебе будут русские имена понимаешь не важно мне какого-то войска федю такие имена еконс часто встречается на полях почувствовав опасность еконс угрожающий щелкает своим языком так сейчас мы дадим ему кличку хорошо давай дадим ему кличку ты так этого хотел ну давай как раз мальчик доволен николай не ночью довольно таки хорошие кости где дрозе я чё-то не понял почему не попадаются и те кто надо чё нигде где дрозе он что редкий да нет так мы снова встретились надеюсь я сейчас его не убью вот отлично так продолжаем давать имена покемонам там потому что мистер генгар не хватает русских имен ну хотя бы не то что русских имен я никогда не давал покемонами так дрозе пойман кстати мы можем называть их их именами которые у них на японском если так уж это же их официальные имена че кто дрозе я не помню как она японского ладно прекрасно владеет гипнозом дрозе считается потомком легендарного баку который согласен мифам ясны кто такой баку понятно так ладно назовем его да точно у нас уже есть а значит он будет вот так и 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 сохраняемся мы поймали всех покемонов которые тут есть из новых из новых и так и так и так что мы всех покемонов которые тут есть из новых поймали ну да мне нравится старик который смотрит в деревья то есть то есть и и он нас бы никогда просто не заметил у него волторп мне не нравится волторп ой блин сейчас он взорвется да а нет он дурак так ну чё я вот касательно гимов скажи мне пожалуйста вот вот оригинальным был это ход заберите по голд и сильвер а а покемона он нет точнее регион канта вот то есть оригинально ли это было по твоему или нет не знаю я никогда не знал голд и сильвер нет просто знаешь когда-то я видел какого-то чувака который проходил хайф голд и соусельвер и в конце хайф голд и соусельвер я не знаю что за игра была он дрался с рядом то есть финальный босс то это ее хард голд и соусельвер я не помню какой это ред то есть ты понимаешь да ну да и и так ладно и в общем фишка заключается в том то что а а честно подожди 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 мы лавы на роде так стой поднимись по этим что 5 минут второй тоже пошли там там клички оценивает вот типа мол а отлично сейчас мы с николая будут оценивать а вот смотри значит здесь можно понять не дарина на не даримом мужской мужской мужского и на женский наоборот не дари на это мужской а нам нам поменять на женского кто этот мужик привет помнишь меня я один из ассистентов профессора оука если в твоем пакетексе есть 30 полных статей я дам тебе вещи детектор ну что гопаль позволь спросить тебя у тебя есть 30 видов покемонов посмотрим у тебя есть только 24 видов покемонов тебе нужно поймать 30 видов чтобы получить вид на детектор чё вы издеваетесь такая шляга что тебя можно находить лучше ладно запомнил что здесь чувак который дает вещи детектор ну ки запомнил киài красави ты шарлем ст как же тебя набан мой целом английский наши он И чё мне делать? Можешь уходить от тебя. В смысле уходить? А зачем ты сюда пришёл тогда? Веди нас, да. И чё, куда? Я тебе скажу, куда. Наобратно иди на начальную игру. Верми она чё? Да-да. Да-да. Да-да-да. Ладно, хорошо. Может тут продадим, Маль? Ну ладно, пошли. А нет, ничего. Давай. Тут ты до... А, так, в пещере, нет, в пещере диглитов не надо. В смысле, а вход через горный туннель? А где горный туннель? А, подожди, сумка. Адлас. Где горный туннель? Это должно быть пока, правильно? Пещера диглитов. Пошли. А где горный туннель? Что? А, ты должен вернуться в Цирулин весь. Ну, вернись, короче, обратно. Куда? Э-э... Куда обратно? Цирулин, ну, где ты велосипед ещё брал? А где велосипед брал? В Цирулин. А Цирулин где? Верно, вверху. Тебя серьёзно? Как до туда доехать? Просто... А, задрал уже. Задрал уже, ну всё, понятно. А на Пехлер цирулин, чё? Тёп-тёп-тёп-тёп-тёп-тёп-тёп-тёп-тёп-тёп-тёп-тёп-тёп-тёп-тёп-тёп-тёп-тёп-тёп-тёп-тёп-тёп-тёп-тёп-тёп-тёп-тёп-тёп-тёп-тёп-тёп-тёп-тёп-тёп-тёп-тёп-тёп-тёп-тёп-тёп-тёп-тёп-тёп-тёп-тёп-тёп-тёп-тёп-тёп-тёп-тёп-тёп-тёп-тёп-тёп-т надо купить что-ли? нет, ладно. Короче, не попить, а, просто не пустят, это уже в других локациях будет. Какой маленький тоннельчик-то. Так, а что, что это, девочки? Воооо, видишь как? Здесь как очень умно-то, а? Где еще можно найти на армию? Так, мы где? Во, мы в церлине. Так, теперь, да, да, сюда, нет, нет, не тут, не сюда. Да не сюда-то. А куда? Направо, по дороге. Зачем? Вверх. Да? Нет, да-да-да, вот теперь тут разрубать. Сложно. Короче, пошли в покемонстрацию. Так, ладно, я, кажется, понял, что затянется путешествие надолго, но, надеюсь, не на 49 частей. Ну, 49 частей. Я не положил всего 20. Ну, по эмеральду. Ой, ну, ой, тут не надо понтов своих, а. Я еще не понтовал. Топ-топ-топ. За сколько закончился Апфир? А? За сколько закончился Апфир? Ну, я его закончил вроде в частей, аштикарь. Ну, ладно, давай уберем части, где я тупо фармил, или части, где я выбивал легендарных покемонов, но... Так, где-то часов, часов, частей за 35. Значит, это равно многовато. Скаут Алиси, я выбираю одишь. У меня такое чувство, что я луку никогда не прокачаю. Прокачаешь, вообще, еще успеешь. Блин, я сделал не то. Лука засыпает. У тебя же нет будильника. Какой будильник? Нет. Сильно, сильно нет его, что можно разбудить. У тебя же будильники есть. Я не хочу будильник использовать. Он тебе больше нигде не понадобится. Ну, кроме как использовать сейчас. Мы сейчас нигде не сможем использовать. Сейчас я проснусь. Ты подожди. Перемотай ты уже, да? Ой, я проснулся. Валер, ты же спал-то, я не знаю. Белл спраут. Я просто не то атаку использовал, вот в чем суть. Ну, сейчас мы его ударим крылом, и мы его умеем. Вот, смотри. Потому что это суперэффективно. Видишь, я в этом кое-что понимаю. Да, я тебе сказал, ты понимаешь как-то. Че-че-че-че-че-че-че? Я, я, я что-то там, да че-то там это. Ну ладно, хорошо. Мы с тобой потом поговорим, да? Да. Мы сейчас поговорим, я тебе сказал, что воздушно-силитровины опять че-то мой педрик вот-то начали. Так, вот эти мы вернемся к этим гиммам покемонов, то есть, и фактически, то есть, получается, два региона есть в этом угол, где и Сибирь. Ну да, так как-то. Ну, я, я, прошу, я не проходил ни год на север, то есть. Так я тоже не проходил. К чему? Как-то руки не доводились. К чему? Зачастелось не играть в покемонов уже. Уже все, да, вырос. Так, походим еще будут пилить, но... Что такое пикирование? Пикирование это воздушная атака, это... А, нет, это не то. Ну, короче, это прикольная воздушная атака, как раз спам. Ой, слушай, а вот этот мужик, у него четкий спрайт. Мне нравится. А знаешь, что воздушный сильнее боевых? Это суперэффективно. А я знал. Ладно, Регнать, че-то не знал. Ну, понимаешь, я никогда не проходил покемон фаррет, откуда я знаю? Ты ж Эмиральт проходил, там абсолютно одинаковые законы. А я Эмиральт проходил, ничего не знаю. То есть, я просто, я тупой всех бил своим этим, Гровайлом. Что у тебя был Блейзикин? Не, у меня был Гровайл в Эмиральде. А разве не Блейзикин у тебя с Эмиральде был? Ну, в Эмиральде я взял Блейзикина. А, в Эмиральде с Гровайлом, в Эмиральде? Да. Подожди, я Блейзикина взял с Эмиральде, а Гровайла взял с Эмиральде. Нет, ты ж записывал с Блейзикином. Я не помню. Ты можешь сейчас на свой канал зайти и повторить. Сзади ты. Да я знаю, что ты брал Блейзикинг. Я даже с тобой с ним сапиры снимал. Как будто я не помню. Чё сейчас происходит? Чё так долго, блин? Потому что, можно, слабее каменных. Кто такой каменный вообще? Бойся, всё, до свидания, я пошёл. Не могу я с вами играть, Оля. Я тяжёлой артиллерии к бою. У отравинные сильнее камеры. Чё, серьёзно? Да, сейчас будет суперфиктивно, сейчас позвучит. Сейчас будет суперфиктивно. Как специалист говорит. Ну, конец. Ничего ты не знаешь по типам? Не, ну я думал, что воздушные тоже сильнее. Потому что я смотрел мультик, а в мультике там уж, уж побеждал. Понимаешь? Так, это мультик. О, 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 я помню, что это за место. Я помню. Ты тут играл, я помню. Всё-таки смотрел? А? Смотрел всё-таки. Ну я смотрю какие-то серии, плюс я там сидел с тобой в двух штуках. Вроде я со мной фиолетов никогда не снимал. А? Ты со мной фиолетов никогда не снимал. Вау. Доброе утро. Спокойной ночи. Ой, смотри, запедрило сейчас хорошо дали. Педрило. Так, ладно. Поменяй, поменяй персбуку на П. Ой, 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 ой. Это шутка была такая, помню, был журналист, Рой Пидрилл, который интересовался, почему он так популярен в России и в странах СНГ. Понимаешь, то есть он никогда этого не понимал. Понимаешь, это только у нас. А в наших странах вот есть эта фигня. Что, какие, типа, почему и так далее. Только у нас в 2000 году на канале ОРТ перевели такую замечательную серию покемонов. Когда я встречаю Пидрилл. Ты еще нашел их. Ой, точно здесь ротата есть. Я только что это заметил, господи. И что? Я так заметил, тут, короче, ротата есть. Прикинь, что тут ротата есть. Слышь, можешь словить одну? Я чем-то не помню. Блин, я мог сейчас убить. Ой, мог сейчас это поймать. Ты все ротата переубивал. Тут какая-то фигня происходит. Ладно. Ладно, пошли дальше. Не будешь ловить. Ну, да как-нибудь в другой раз. Я почти прокачался, представьте, его уровень. Кто это к нам пришел с покемонами? Турист Крис. Вин, Гроулит. Гроулит. Гроулайт. Ой, ты переводчик, блин. На самом деле, Гроулей, а не Гроулайт. А я не помню. Ну, все его называют гроулей. Так скажу. Знаешь, мне иногда так не нравится, когда люди не читают, вот знаешь, вот комментарии на ютубе, то есть. Вот серьезно, то есть, если там, знаешь, это как обычно бывает, иногда люди пытаются там, типа, показать какие-нибудь крутые, ну, типа, комментарии, там, отвечают, там, всяким людям, которые реально не знают, то есть. Понимаешь, и вот, вот, и, знаешь, ну, есть же Ивангай. Ну. Когда-то там у него на канале была анимация, ее там рисовала девочка по имени Рейзи. И, в общем, потом, вот эта девочка по имени Рейзи, она на нее подписался, потому что там были забавные ролики. Она делала анимации по покемонам. Прикинь! Прикинь, анимацию по покемонам! Ты понимаешь, да? Понимаю. В общем-то, и, в общем, к чему я это кладу, кладу, к чему я это веду, понимаешь, суть заключалась в том, то, что она сказала, что Эш был из города Палет, на что были кучи комментариев, какой Палет, разве он не золобастый, понимаешь? Ну, понимаешь, на что я, помню, я дадил одному чуваку, знаешь, типа, что в разных версиях разные, то есть, названия, то есть, тот же город Эша, как он называется в японском, на МИ, 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 МИСАКО, МИКАСО, я не помню, короче. Также в английском Палет, и также у нас в России решили выпендриться, подумали, ой, короче, Палет будет очень сложно, поэтому они назвали его Алабазный. Понимаешь? Ну, по мульту, по аниме, если честно, по покемонам, то он из Палетауна, вообще. По аниме его зовут Сатоши, из Микасы, Мисаки, как там город, я не знаю, вот, понимаешь. А, его на самом деле Сатоши зовут? Да, его зовут Сатоши. Пере... ну, да, перевели так, но когда я смотрел, его всем Эшем называли. Когда я Сатошевал, вроде Эшем, а Сатоши. Ну что, тогда был какие-то, какие-то... Ещё в то время не было такого понятия, как Сатоши, его ещё никто не называл Сатоши тогда. А, ещё сейчас вроде никто Сатоши не называет. Ну, все как бы такие, эй, две буквы Эш понравилось, и начали называть. Не, ну Сатоши его называют в Японии, потому что в Японии они выросли на Сатоши, понимаешь. Даже когда я сейчас смотрю озвучку, его даже там озвучка называется тоже. А ты смотришь сейчас с XY? Ну, да, иногда смотрю. А ты, наверное, смотришь японскую версию? Ну, не знаю. Там же как его, там же эта фигня была, я помню, была фри-релизер Steam Soro. Вот. И они делали озвучку по покемонам до того, как её, ну, делали вот это вот, SDI Media для ТНТ. И, ну, насколько я помню, когда я ещё тогда за ним следил, у них было две версии. То есть, у них была американская версия и японская версия. И они озвучили американскую, а японскую тупо делали с субтитрами. А потом всё пошло так, что SDI Media перешла и стала делать покемона. И тогда они начали озвучивать японскую версию. Только японскую. И она, они там, именно все имена, которые были там, вот они на японском говорили. Понимаешь, их, конечно, просели много раз, типа, типа, делайте лучше с английскими именами, но не говорю, нет. Типа, это японская версия, мы должны делать всё на японском. Вот уж. Понимаешь? Ну да, да-да, в принципе. Господи, как много здесь. Ты ещё плалый, ты ещё не видел, сколько там было вынесется дальше. То есть, ты хочешь сказать, что это мало? Да, это ещё мало. Почему фаркат такой сложный? Я не знаю, я уже один раз прошёл, второй раз вот нахожусь. Я не прошёл. Никогда. Да, в FireReed, если я не ошибаюсь, то вроде бы можно словить... Как его там звали? Мучью. Нет, кого? Мучью. Может, я имею в виду, что Мью или Мью-Ту? Всё, я решено. Я поймаю Мью-Ту и назову его Мутья. Всё. Это уже наркоманин. Нацир. Сукашек съехал. Чего нет? Узывайте там скорую. Ты собираешься что-нибудь в будущем снимать в будущем? Что? Ты собираешься что-нибудь в будущем снимать? Ну, собираюсь. Что ты собираешься? Какие-то прохождения по играм ещё, допустим. Ты меня ниньс-то прошёл? Нет. Ну, я... У меня, короче, такое дело... Говорил я нет, но... Меня... Винду перестановили. И как бы такие все сейвы не сохранились. И надо её теперь заново перепроходить, чтобы дойти до того места. А мне это всё лень делать. Леньяй. Фу. Ну, как бы таки... Меня друг заставил меня туда её проходить. А я её скачал и прошёл до такого-то места. И с того момента, это было несколько недель назад, даже не зашёл ни один раз в эту игру. Я, кстати, чисто благодаря твоим прохождениям достал у себя... Кто здесь водится? Рота там. Офигенно, просто. Я, чисто из этих прохождений, достал у себя старый пиратский диск с мини-ниндиями. И установил. Я не помню, откуда они у меня были. То есть, ну, просто, знаешь, был диск. Пиратский. Старый. Когда-то, наверное, купил или что-то. Ну, онтологий был, короче. Но у меня не пошли. Не, ну, потом я, конечно же, приобрёл нормальную версию на новый компуктер. И она пошла, но всё равно обидно было. Почему? А? Почему обидно было? Ну, блин, ну, потому что всё-таки, блин, игра показалась мне довольно хорошей. Понимаешь? Ну, ну да. Я даже хотел снять по ней ночное прохождение. Не прохождение, похождение, господи. Всё время я говорю БКУР. Одна пытаюсь и сказать эту фразу. Понятно. Кстати, уже серия по четыре минуты уйдёт нашего хороу. А то ты уже заигрался. Куда? Уже серия 30 минут почти ты уже заигрался. За секс с ним. Давай забелим на 50 минут, поделим на 2. Барс. Не, ну чё вы должны-то пройти эту фигню? Хоть дойти до этого горного пути? Да, просто сделаешь ускоренную версию и всё. Чего? Ну, то есть, это всё стянешь и в Sony не гасеет. Ты понимаешь, что у меня серия тогда пустит на 5 минут? Почему на 5? Потому что мы ни хера не делали. На 10 минут. Ни хера мы не делали. Ты понимаешь, что мы всё, что мы делали, это тупо ходили туда-сюда. Это тупо ходили туда-сюда. Как же Адут повержен? Вот, Перс набирает и 67 очков опыта. Сейчас я тут побеждаю. Это что? Вот, смотри, Гопаль получает 720 за победу. И Гопаль собирает 320 с земли. Ты понял? Да, так я... Понятно, неплохие такие деньги на халяву. Всё-таки тут тоже такая клинка работает. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...